Всем привет, друзья, меня зовут Гера, и я, как и многие участники, хочу вам калу немного припалел, но я думаю, это мне не помешает дать 5 ответов на 5 вопросов для канала Дима и Горова. Вопрос, который мне задали, это согласен ли я с победителями шоу «Хочу вам калу». И у меня немного двоякое такое ощущение, потому что если с кандидатурой Фила Воронина я согласен, то насчет Млечного у меня есть несколько вопросов и вообще сомнения по его победе в этом проекте. Опять же говорю, никакой личной неприязни у меня к этому человеку нету, и мы в принципе с ним нормально общались, но у меня такое мнение. Ну и начнем мы с кандидатуры Фила Воронина. У парня, несмотря на отсутствие какого-то большого футбольного скилла, у него просто огромная самоотдача на поле. Просто огромная. Если вы посмотрите еще раз матч против Амкала, вы сами все увидите, как человек борется до конца, как он не выключается из борьбы, как он дорабатывает за своими сокомандниками, подстраховывает. Также мне показалось лично, что у Фила реально футбольные мозги. У него есть футбольное видение. Он знает, куда надо отдать передачу, куда надо пойти, чтобы получить передачу, куда надо пойти, чтобы перехватить передачу соперника. И вот это все еще подкрепляется огромным желанием работать на поле, и мне кажется, это перекрывает просто все его недостатки в техническом плане. Так что я считаю, что Фил достоин быть в Амкале, и я желаю только ему удачи, и я думаю, мы еще увидим его прогресс на футбольном поле. Так что, Фил, мы топим за тебя, знай это. Теперь, что касается Вани Млечного, опять же говорю, у меня никакой личной неприязни к этому человеку нету, и мы, в принципе, с ним нормально общались на проекте, и он мне показался хорошим и адекватным пацаном, несмотря на то, что он кикнул меня в финале проекта. Ну и начнем мы с футбольных качеств. Лично меня Ваня Млечный никак не удивил в футбольном плане и на тренировке, и в матче против Амкала. По моему субъективному мнению, он сыграл средненько. Он ничем не выделялся, в принципе. Он сыграл как 80% тех, кто был на поле. Если брать медийку, то, честно, Ваня мне запомнился намного меньше, чем тот же самый Вова Мармелад, тот же самый Бухар, тот же самый Жук. Кроме последнего дня, конечно, когда он сделал тот самый баттл, но, опять же, здесь есть множество вопросов. Потому что, когда Керман прислал нам задание, он написал то, что придумать челлендж, который связан напрямую или косвенно с футболом. Но связан ли баттл как-то с футболом? Не думаю. Он никак не связан. Ну и камон, баттл на каком-то футбольном проекте, это такое себе, по моему мнению. И если еще добавлять к этому, то я лично болел за Фила Воронина и за Бухара. Бухар тоже очень достойный соперник, достойная кандидатура в Амкал. Потому что у него есть и работа на камеру, он и круто смотрится в кадре, он еще плюс к этому хорошо играет и очень техничный. Так что, Бухар, знай, что я топил за тебя и топлю. Двигайся в медийном футболе, и тебя, мне кажется, с руками, ногами возьмет любая команда. И следующий вопрос, понимаешь ли ты, что тебе не хватило для победы? Да, конечно, я понимаю, что по мнению жюри мне не хватило работы на камеру. Но давайте начнем с того, что я музыкант, а не блогер. И я, в принципе, никогда не работал на камеру вот так напрямую. Как тупой пример, ну представьте, что вы не умеете ездить на велосипеде, и вам дают велосипед и говорят, вот езжай. Будете ли вы это делать хорошо? Но я так не думаю, поэтому все приходит с опытом. И вообще, как мне показалось по комментариям и по реакции зрителей, что люди соскучились по чему-то такому искреннему и простому. Не обязательно там вкидывать каждый раз какие-то шутки, лишь бы что-то вкинуть. Да, я, конечно, понимаю, что это медийный футбол, но, камон, это же и не кино, где надо прям отыгрывать какую-то свою роль, прям так играть. Это, в первую очередь, футбол, это для многих жизнь. Да, я бы, конечно, мог себя вести и по-другому на камеру, но это был бы уже не я, и я лучше останусь собой и не попаду в Амкал, чем наоборот. И следующий вопрос звучит так. Многие участники шоу «Хочу вам кал» недовольны монтажом видео и вырезали ли какие-то моменты со мной? Ну, на самом деле, есть такая тема, потому что, когда мы общались с Витей Блатовой в первый день, наш диалог длился минуты 3-4 минимум, а по итогу ставили только «всем привет, меня зовут Гера», и все, и дальше он сказал «все, классно, ты проходишь». Но я понимаю, что это задумывалось как шутка, и в принципе, чтобы не портить дальнейшее впечатление и шутку, они убрали все остальное. Также нужно учитывать то, что каждый выпуск снимается, ну, часа 3-4 где-то, а по итогу надо уместить все в час времени, и сделать это очень сложно, так как в первый день пришло 35 человек, и вы представьте, 35 человек, и каждому уделить должное внимание – это очень сложно, поэтому никаких претензий Герману и его монтажерам у меня, конечно же, нет. Следующий вопрос, что больше всего понравилось на «Хочу вам Кал»? В принципе, понравилась вся организация проекта, все прошло гладко, четко и по расписанию, но больше всего удивила трансляция матча против «Амкала», потому что, когда я зашел в Манеж и увидел эту комнату с оборудованием, если честно, я был просто в шоке и сразу там написал в чатик семьи, типа, что за трансляция сейчас будет, вы офигеете, потому что я раньше такого не видел, может быть, для пацанов из Москвы это обычное дело, в принципе, но для нас, для парней из региона, это прям такое что-то запредельное, прям вышка. Также, что еще мне лично понравилось, это то, что пацаны из «Амкала», которые уже в «Амкале» и которые присутствовали на съемках, они, в принципе, обычные и добродушные пацаны, без какого-либо высокомерия, потому что у меня, честно, были опасения, когда я приеду, что увижу таких высокомерных типов, которые просто землю под ногами не чувствуют, но я очень рад, что мои опасения были напрасны, и, в принципе, всем пацанам без исключения, спасибо большое за теплый прием. Следующий вопрос, что не понравилось на шоу «Хочу вам кал». И первое, что не понравилось, это то, что в финальном голосовании почти никто не учел саму игру против «Амкала». Я понимаю, что мы загорели 6-1, но, в принципе, можно было пройтись по каждому игроку и как-то это учесть. Вот это больше всего не понравилось, и, в принципе, вот эта система оценок мне лично непонятна. Я до сих пор не понял, как они это оценивали и откуда они брали эти оценки. Как по мне, по моему мнению, в прошлом году финал был намного интересен, там была реально битва, и до последнего момента непонятно было, кто выиграет. Также мне лично не понравилось то, что вот этот финал, он был на следующий день после матча против «Амкала». Когда уже все пацаны отдали себя и морально, и физически, уже там кто-то на одной ноге ходит, кто-то там уже на руках ходит, я не знаю. И на следующий день вот этот финал, и я думаю, это было видно, что все уже вот такие вот сонные, истощены уже полностью, и уже нет каких-то эмоций, чтобы выдавать. И по мне, намного логичнее было бы сделать вот этот челлендж до матча, а сам матч сделать как финал проекта, где надо было выйти просто и оставить себя всего, как и в физическом плане, но также и в моральном. Также немного, не думайте, что я хочу запалить вам свои часы, хотя ладно, хотел запалить часы свои. Также немного оставило осадочек на моей душе то, что аж трое человек прям так жестко потопили меня в финале и проголосовали против меня. Я, конечно, не обижаюсь, но такой, знаете, неприятный осадочек остался. Я такой смотрю дома, такой, блядь, пацаны, мы же с вами нормально общались, что такое, что вы начинаете? И последний вопрос, как бы я подвел итог шоу «Хочу вам кал» и, в принципе, какие у меня дальнейшие планы? На самом деле для меня это колоссальный опыт и я благодарен каждому, кто к этому причастен. Изначально ехал я на проект не с целью, чтобы засветить своим лицом или продвинуться как-то медийно. Кто знает, у меня есть своя большая верная музыкальная аудитория, за что ей огромное спасибо. Конечно, когда я смотрел ролики Германа и вообще следил за медиафутболом, у меня было огромное желание поучаствовать в этом всем и на Кубке МКС, но ехал я на проект с целью показать, что футбол в регионах все еще жив и его там любят и уважают. Несмотря даже на то, что я не выиграл в финале, для себя я уже победитель, потому что любовь зрителей для меня значит намного больше, чем победа в финале. По дальнейшим планам много есть что рассказать, если честно. Есть предложения от четырех медийных команд, которые участвуют в Кубке МКС. Также есть кое-какое предложение от Германа, но счастье любит тишину. И в принципе я пока в думках, поэтому скоро сами все узнаете. Также, ребят, я хотел бы сказать огромное спасибо, но, наверное, нет такого слова, чтобы описать мою благодарность к вам. Я читаю каждый ваш комментарий и вижу, как вы за меня топите. У меня, честно, даже сейчас мурашки идут, потому что я, честно, не ожидал. Я думал, будут топить больше всего за Бухара или Вову Мармелада, но когда я увидел вашу реакцию, я, честно, был в шоке. И мои родители тоже были в шоке. Там у нас есть чат семейный, они скидывают все ваши комментарии. Я просто не успеваю их читать. И на самом деле это многого стоит. И я буду делать все, чтобы оправдать ваши ожидания. С вами был Гера. Надеюсь, что до новых встреч. Следите за мной. И желаю вам всего классного.